Левее, правее. А давайте попробуем вот так. Так же страшнее. Вот как выглядит тречина ледяная. Дядя Вова, дыши, пожалуйста. Сейчас нам хвост как даст ротором. Высота 4200. Мы в одной высоте вершины, друзья. Ну не погоняться за вертолетом. Это ж было бы кощунство. Вертолетная экскурсия под моторформ. Давайте посмотрим, как это бывает. Пол мечты остался бонблан. И погнали дальше. Больше всего мне нравится вот этот снежочек. Там такие огоньки озер. Лодни ручки к нам подстроились, друзья. Это прекрасно. Как я давно хотел сюда снова прилететь. На смотровой люди есть. Есть, но мало. Скорость 120, мало. Провода наблюдаю. Посмотрите, какая красотища. Вау. Ветер перестает быть томным. Дождь пошел, пока ты все-таки вернулся домой. А ты попробуй вот так, сжав яйца в кулак, над елочками, которые щекочут попу. 107 километров до дома переключаюсь на аэродром Гренобля. Итак, друзья, пытаемся долететь до Матерхорна. Смотрим. Первая вспышка достаточно высокая. Вот эта облачность хмарь нас не волнует. Но все уже взлетели, все уже в пути. Но только тормоза, такие как мы, немножечко опаздывают. Закрывай фонарь. Аккуратненько за ручки его придерживай. От винта. Во, порядок. Проверяем обороты. Порядок. Порядок. Все, я готов к взлету. Ну, добрый путь. Сэр Лопатинти, Виктор Дакуляш, Пистонорд. Поехали. Расходяемся потихонечку. Ветер у нас сейчас попутный. Поэтому взлет будет не самый простой. Скорость 90. Ну-ка. Оп. Оп. Все, уже летим. Порядок. Порядок. Но ветерочек попутно чувствуется. Видите, как просадило. Вот, теперь рассчитываю поле впереди, если что, и так далее. У меня уже целая схема. Это не переживайте. Сигнал, то, что топливо кончилось. У нас датчик сломался уровня топлива. Но бак залит под завязку. Моторчик выключаю. Дым-тарадым-тарадым-тарадым-тарадым. Пок. Включаю тормоз. И убираю мотор в положении охлаждения. Итак, начинается безмоторная часть полета. Сейчас главное быстренько набрать высоту. В долине погоды нет кисель пока. Поэтому нормальный способ сейчас быстро улететь – это горы. И то, собственно, время уже час дня. То есть, надо понимать, что, конечно, можно было бы потихонечку из долины улететь. Но это занимет достаточно много времени, которого у нас, к сожалению, нет. О! Повеселее пошло, друзья. Буквально вот до 100 метров я выкарабкался и ожил наш поточек. Ожил. Тащит меня вверх. Мне самое главное – оп, мотор можно убрать. Мотор в фюзеляже, питание отключено. До пик-дебюра вот этого дохромать. И вот там даже вон линзы даже зажглись. Не знаю, я знаю почему. Ветра вроде нету. А линзы как будто волна стоит. Так, ладно. Все. Хорейд в водягу. Теперь точно с запасом идем. Не очень буду гнать. Где-то надо стопить. Но сейчас можно было вообще не гнать. Но, как правило, просто рядом с потоком бывают неисходники. Поэтому обычно я стараюсь разогнаться восходящим. Вот, друзья, пик-дебюрта. Высота примерно, о которой я говорил, что нужна для комфортного набора. Вот, смотрите, какой здесь поток сразу более сильный. А мы там в каком-то, извиняюсь, гуне летали. Сейчас разведывательно прохожу вдоль склона. Обычно здесь ходят какое-то время восьмерочкой. А потом сверху раз над вершинкой и спиральку. Вот здесь 3 метра в секунду. Стоило, конечно, сюда сразу на моторе трактить. Но тогда бы совсем не красиво получилось, друзья. Как бы, собственно, не спортивно. Так хоть мы немножечко показали вам, как тяжело начать маршрут. Ля-ля-та-па-ля. Как неудачно я развернулся. Сейчас вот здесь немножечко сюда. Вдоль склона в ту сторону обычно не ходят. Чуть-чуть заглядывают. И вот такая перекладочка. Оп. Ух ты ж. Какая хрень. За пик-дебюром образовалась. Отрубилась GoPro 10 от перегрева, друзья. Ну, практически ничего не прошло по времени. То есть вот я еще один гал сделал. И я уже выше хребта. Соответственно, потихонечку набираю высоту. Все. Самое интересное кончилось. Сейчас длинный-длинный набор. Который займет у меня где-то порядка пяти минут. Чтоб набрать с высоты вот сейчас текущий 2,600. Ну, посмотрим, сколько мы наберем. Я рассчитываю, что еще метров 600-700 я наберу. Ну, что ж, друзья. Ситуация неприятная получилась. У меня предательская камера GoPro 10. Будь она не ладно. Запорола часть полета. Будет, наверное, часть с субтитрами, пояснениями, что же мы там сейчас делаем. Да, так мы дошли до города Бриансон. Вот он, город Бриансон, сзади остался. Дошли достаточно быстро. Впереди красивые облака. Высота у нас 3500. Теоретически нас придерживает. Монблан у нас вон виднеется. Ну, а наш путь на Матеркорпу, это как линия красивая. Ну, вот здесь. Должно же быть. Обычно здесь на этом ребрышке такой поточек стоял хороший. Плюс мы идем по ветру. И почему-то нету ни хрена. Ну, как это понимать? Ну, родной. По ветру же идем. Должно быть. Вот здесь. Вот здесь. Ну, поток есть. Вопрос, как его взять? Змейкой. Давайте немножечко еще сюда пройдем. Ну, тут сам Бог велел потоку быть. Видите, долинка такая по ней стелется. 100% течет воздух. Нам надо выкарабкаться выше вершинки. И будет дальше все значительно легче. И теперь, вот видите, стоимость моей ошибки. Если бы я не мудрил там слишком сильно, я бы пришел бы уже вот примерно так. Вот в этой конфигурации, на такую высоту. И спокойно бы встал в этот мощный поток. И не надо было бы не змейку делать. Посмотрите, какое наглое сейчас действие сделаю. Вот так за гору. Больше для красоты вам, на самом деле. Но, когда над горой есть высота и скорость, то можно, конечно, так пошалить. И дальше вот уже перехожу в спираль. Все хорошо. Вау! Какие забросы варика. Прям пение. Очень хороший поток. Но, единственное, немножко драный. Потому что у нас то варик лежит на 5 метров в секунду, то сбрасывается до какого-нибудь даже минуса иногда. Но, в целом, мы достаточно уверенно набираем. О, вот проносится облака. Это воздух, который поднимается с итальянской стороны. Он более влажный. И поэтому конденсируется. Вот здесь часто образуется эта конвергенция. Вот она как раз. Ага! Дядя Вова, ты посмотри, как мы удачно попали. Видишь? Образуется облако. И видишь, это облако ниже, чем все остальные облака. Вот это самое сильное место здесь. Я много раз в этих конвергенциях летал. Ну что, на среднем 4 метра в секунду. Отлично. Очень удачно мы прямо здесь. Прям удачно не придумаешь. Впереди линия прекрасная, погодная. И облачная. Поэтому шпарим дальше. Прямо по курсу ледник, на котором мы любим шалить. Такой весьма забавный ледничок. Плоский очень. Можно по нему разогнаться и с криками какие пошалить. Но нам невыгодно в ту сторону лететь. Потому что по погоде, как правило, выгоднее держаться по границе. Кстати, я глупость совершил. Надо было мне вот этим клептом правее лететь. Сейчас я эту глупость осознаю. Соответственно, меняю курс. Ну, зато бы я так не показал бы вам, как красиво. Вот этой линией мне надо было двигаться. Там как раз зона конвергенции. Вот тупень я. Но она иногда не работает. И поэтому приходится, вот, хребетик показываю крылом вам, вот, через эту штуку лететь. А мы сейчас прямо по границе, уже в данном случае не Италии, а Франции. Мы в Италии. Но по границе равнинной части, видите, висит Марьева. Там долина Сузы. И где-то там на продолжении ее находится город Турино. А во Франции, как вы видите, погода есть. И самый кайф, это именно на вот этой границе разделения воздушных масс. Потому что часто образуется зона столкновения этих воздушных масс. Видите, у меня ветер показывает 11 км в час в левый борт. А 100% долинный ветер вот там, с Италии. И получается, здесь воздушные массы сталкиваются и образуется вот эта конвергенция. Вот, может быть, мне правее стоило идти. Но я, честно говоря, не хочу туда лезть, уже на итальянскую сторону. Вот по высоте мне хватает пересечь долинку с озером и оказаться на той стороне. Там всегда очень хорошие потоки стоят. Вот эта дорога в Италию из Франции очень красивая. Посмотрите, какое озеро потрясающее. Но, кстати, озеро достаточно сильно спустили уже. Такой засушливый год, судя по всему. Оно, вон, видно, подпитывается. Но обычно воды в нем немножко побольше. Подхожу к склону. Видите, чуть-чуть я был бы повыше, опять же, мне было бы полегче. Если я сейчас на этот гребень приду вообще на пределе. А с него сходит поток. И если я буду ерзать по низам, буду терять время и много времени. Но, слава богу, есть поток. Видите, как все. Думаете, я так рассчитывал, что приду вот? Ну, нет. Я, честно говоря, не радик. Я вообще рассчитывал повыше присею. Я думал, что вообще не будет у меня вопросов. С тем, что я тут на такой высоте не очень большой. Относительно. Оп. Сейчас выйдем выше вершинки. Попробуем этот поток получше оцентровать. Поточек-то, видите, есть, но не берется. Сейчас нароем. Красивые такие озера, видите, хоть залезай и плавай. Вот вы спросите, почему левая спираль? Я даже не знаю. Как-то левая закрутилась из логики. Вот она получилась левая. Так-то я, в принципе, если быть честным, немножко правую спираль люблю больше. Ну, пока видео остановлю, то есть это будет муторный длинный набор. Друзья, как видно визуально, поднимается воздух вверх. Редкий случай, когда это прям как картинка живая. Здесь сейчас, наверное, будет самая сильная часть потока. Как струя снизу фигачит. У-у-у, невероятно. Ау. Ну, проходим, смотрим. Похоже на правду. Да-а-а-а, похоже. Ну что, вокруг этой струи полетаем. Уникальные кадры я вам сейчас показываю, честно скажу. А-а-а, невероятно. Можно в дырочку пролететь, но на самом деле ветер справа, наветренная часть должна максимально ярко работать. Поэтому по самому краешку формирующейся облачности. Обожаю конвергенцию на самом деле. Сейчас мы в этой конвергенции попробуем набрать. Сейчас у нас высота уже 4200. Еще чуть-чуть наберем. Делаю крайний проход в этой красоте и разворачиваюсь, потому что надо шпарить по маршруту. А то насмотришься-засмотришься, а на моторкор не успеешь. Поэтому я вот так разгоняюсь прямо под этой конвергенцией. Оп. Я перевел немножечко еще энергии в скорости по краешку, чтобы вам покрасивее было. Двигаюсь. А дальше я возьму левее. Оп. Оп. Надеюсь, хвостовая камера снимает. Моя дальнейшая цель использовать в эту линию восходящих потоков. Блин, редкий случай, когда Италию видно так. Посмотрите, даже равнину. Равнину вот эту видно. До горизонта раскидывающихся. Их даже в Италии воздух чистый относительно. Пробую вот это облачко уже. Оно такое массивное, плотненькое. 393 900 у меня. Скорость по маршруту, конечно, огонь. 142 километра мы прошли. И столько сейчас нам нужно набрать, сколько надо не потерять. Ну и набрать тоже, если очень сильно будет. Облако такое массивное, мощное, красивое. Должно же быть. Оп. Ну какой-то жалкий метр. Два, а уже лучше. И даже здесь в спираль вставать нет необходимости. Потому что, ну, 200 метров мы доберем. Впереди все перспективно смотрится. Дало бы под крыло так. Ба-ба! Я бы, конечно, подергался бы. А так не буду. Идем дальше. Вот этот перевал периодически мозг весь выносит. Почему? Потому что, чтобы попасть к нам в нашу домашнюю долину, туда вот, нужно этот перевал пройти. А он достаточно высокий. Вот сегодня кромка высокая. Вот 3 800 чувствуешь себя королем. А бывает, что путешествуешь на моторформе по низкой кромке. И тогда да. Тогда начинается уже грусть и тоска. Так. Захожу под облако. И где-то вот здесь надо повернуть налево. И вот где-то впереди должен быть сильный поток. Почему? Потому что вот он склон. С него это все сходит. Собственно, это облако и формирует. Вот. Раньше времени дергаться не нужно. Метр пока ни о чем. Ни о чем. Ну, это уже лучше. Вот я уже готовлю закрутить. 5 есть. На 5 можно закрутить. И посмотреть, что тут красиво. Это у меня... У тебя проектовкает или у меня? Да, слушайте. Потрясный совершенно видок. Я стою в этой спиральке. Набор хороший. Немножечко вам поснимаю с руки. Вау, озера внизу такие. Вот это мне место нравится. Смотрите, сколько снега красивого. Ну, и в снегу прям тоже огоньки озер. Ну, это же просто вид потрясающий. На такой высоте здесь я, конечно, бываю не часто, скажу вам честно. Как правило, все-таки все ниже. Ну, был однажды почти 5 километров здесь было. А, даже больше. 5-400 было. Но это было один раз. Да, как правило, ниже 4. А сейчас у нас... Ну, сейчас, кстати, вот 4. Матерхорн уже даже виден визуально. Осталось для него совсем чуть-чуть. Километров 100. Больше всего мне нравится вот этот вот снежочек. Там такие огоньки озер. Глазки озер. Очень красиво. Так, да, кромка 4200 метров высота. Смотрим, что там вам показать еще хорошего. Монблан. Королло сейчас покажет вам. Вот, в ту сторону. Но мы на Монблан на обратной дороге. Пока Матерхорн. Что, погнали? Погнали, погнали. Как мы это делаем? Оп, закрылок в минус. Нос вниз. Скорость 180. Ну и вот впереди сплошные перспективки. Очень все мне нравится. Очень хорошо набрали. Летим быстро. Еще одно накопительное озеро. Собирать водичку. Впереди у нас вот это вот Гранд Паравизо. Работает, судя по всему, склон. Мы его практически насквозь пройдем. И вот на вот этой горочке наберем, наверное, максимум высоты, чтобы прыгнуть через долину Аосте. Да, достаточно приличный минус самолого. Минус 5 метров в секунду. Это значит, что линию пути я, может быть, не совсем верно выбрал. Сейчас немножко протянем вперед. Вот здесь, может быть, что-то будет хорошее. Ну, как вы видите, друзья, валим вниз. Будь здоров. 3,700 уже высота. Не сказать, что это ай-яй-яй. Страшно-страшно. Да, но нехорошо. Ну и хватит. Ну, помашем ручкой Гранд Паравизо. Ну, вот теперь у меня два пути. Первый путь. Это пойти под облако вот направо сразу. Оно очень массивное, сильное. Стойко ощущение у меня, что оно потянет, будь здоров. Но обычно я хожу вот левее, вот к этой вершинке. Ну, вот, сделаю глупость или нет. Давайте попробуем. Может, манит меня это облако. Прям вот затягивает визуально. Попробую. Я так обычно не летаю. Но попробую. Тем более, высоты у нас достаточно. До вот этой системки слева точно дойдем. Ну, уж такой чемодан висит. Грехову не использовать. Он у нас в подветренной части. То есть сейчас мы по ветру сливаемся. Это, кстати, вот не очень правильно. Ну, 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 родное. Такое же, такое массивное, красивое, славное. Лапочка. Давай. Подворачиваю, не могу уже. Направо смысла нету. О, вот оно. И все. И вот это все. Но можно вот в этой точке чуть-чуть против ветра протянуть. В расчете на то, что будет посильнее. Ну, да. Где-то не делал деженера. Совсем не тот поток, на который я рассчитывал. Поэтому ставлю себе твердую двойку. За вот этот поток. В общем, глупость. Хорошего набора не получилось. Поэтому не хочу больше сливаться по ветру. Опять же, мне вот это облако нравится больше. Вот это. Они будут запасными. Основное прямо по курсу. Часто вот на этом ребре я набирал. Поэтому знакомое все. Туда и летим. Банблан остается слева. Вот эта плита облачная большая. Тоже рабочая. Туда тоже можно было бы сходить. Но только сейчас смысла нету. Нам же к Матерфорну, а он вон. Хочется мне найти поточек, чтобы набрать высоты побольше. Долину Ооста я, в принципе, и так перескочу с этой высоты. Но, сами понимаете, хотелось бы там оказаться получше. На большей высоте. Облако впереди хорошее. Я захожусь его на ветреной стороны. Буду пробовать. Все вроде как есть. Облако есть. Энергия есть. Прогрев есть. Все есть. А потока, блин, нет. Вот как так? Иногда в такие моменты, я думаю, я разучился летать. Ну, и такое может быть. Давай, 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 давай. Вот точно здесь же ты должен быть. Ну, даже шнягу я буду брать, честно говоря. Потому что хочу немножечко повыше оказаться. Ну, шняга. Ну, нет, смотрите-ка, не шняга. Вот это вот, то, что я хотел. Что я хотел, как говорит Макс. Что я хотел. Отлично. Настроение сразу улучшается. Вот посмотрите, какое все зеленое. Не знаю, передает ли вам камера, как все зеленое. Вот это вот, аэродром Аосте. Так, наверное, немножечко по ветру надо сместиться. Там получше. Монтероза, конечно, красиво, шикарно сегодня светится. Можно было бы, конечно, около Монтерозы полетать. Посмотрим. Время, время, время. 15-12. Идем с хорошим темпом. Я думаю, мы в полчетвертого будем на Метерхорне. Но, может, чуть-чуть позднее. Все зависит от того, как этот поток нам отдастся или не отдастся. Фух. Ну, теперь я доволен жизнью. Видите, друзья, все эти полеты, это как зебра. У тебя много высоты, и ты прям полный гигей. Там все-таки высоты поменьше. Пошел эфир прямой. Ну-ка, камеру переверну. Друзья. Ой. Ой, вот он я. Ой, вот он я. Мы летим по маршруту. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы сейчас будем пролетать над долиной Аосты, где должна быть связь. Поэтому коротенький прямой эфир. Разгоняемся. Оп, погнали. Вот Аосты, сама по себе, аэродром Аосты, смотрите. Моторхорн же. Сейчас. Я в этих самых горках. Сам. Во. Вот он, вот. Остроносый. Это Моторхорн. Ну и шпарим. Я не знаю, насколько хватит связи. Как только это дело закончится, связь прервется. Как только связь прервется, наверное, дальше продолжать не будем. Но обычно, как раз над всей этой долиной Аосты, связь работает прекрасно. Что я могу показать вам еще? Вон он, Монбланчик. Прячется в тучках. Дорога, которая из-под Монбланчика идет из Франции в Италию. Мы сейчас на территории Италии, соответственно, летим. Все, рвется связь уже. Вот под это облако мы, друзья, летим. Осталось до него чуть-чуть. Войдем в поток. Трясет сильно. Видимо, от тряски отлетает интернет. Я буду собирать обязательно фильм про полет к Моторхорну. Поэтому все вы это увидите в нормальном качестве. Друзья, долина Аосты осталась сзади. А мы с вами подошли под шикарное-шикарное облако. Я хочу здесь взять поток, сделать набор, потому что до Моторхорна рукой подать. Нужно набрать и уже лететь к нему. Не получается. Вроде казалось, все так хорошо. Не получилось. Ладно, пойдем дальше. Только высоту потерял. Здесь непросто будет набрать. Но набрать обязательно нужно. Без этого дальнейшее продвижение невозможно. Мы над рельефом, поэтому можем себе позволить еще немножечко пройти в сторону Моторхорна. И там где-нибудь повыше в горах поискать поток посильнее. А более сильные потоки живут на вот этой стороне ущелья. Там еще есть красивое озеро. Но если мы здесь нормально не наберем, мы туда перепрыгнем. Там наберем и тогда оттуда пойдем на Моторхорна. А горы все выше. А горы все круче. А горы вздымаются под самые тучи. Вот так же и у нас, друзья. И пока как-то так. Верх-то нас не тянет. Я вот на эту вершинку рассчитываю. Если высоту наберем, Моторхорн не облетим. А Моторхорн, который не облетели, не считается. То есть мы подлетели типа к нему, но взять Моторхорн, это значит вокруг его облететь. Над вершиной вряд ли у нас получится, потому что все-таки видно облака ниже вершины. В общем, черт не шутит. Ну что. Вот так, раз. И ничего нет. Вот же зараза. Да, обидно. О, красивое озеро. Планер летит с Моторхорна уже, зараза такая. Нас обогнал, естественно. Ничего не остается делать, как и типа вот эта массивная красивая. Большое облако в расчете на то, что оно нас не обманет. Но вечер перестает быть томным. Озеро слева видишь, какое красивое. Тублака опять красивая и опять не работает. Ну почему? Должно вот отсюда, вот с этим скал должен воздух уходить. Да, уходит. О, моя любимая свечка. Во! Вот это другое дело, друзья. Это награда нам за все предыдущие мытарства. Пять метров, как одна копеечка. Ну, первая спираль надо чуть-чуть протянуть по ветру. Сейчас будет устойчиво. Четыре метра в секунду средняя скороподъемность. Если бы весь день так летели бы, с такой скороподъемностью, маршрутик был бы еще красивее. Клоднирочки к нам подстроились, друзья. Это прекрасно. У них поток, у нас поток. Я выбрал кромку. Сейчас постараюсь немножечко-немножечко еще энергии получить. За счет чего? За счет скорости. Потому что дальше нам энергии-то надо много. Мы должны пройти над скалами впереди и красиво облететь. Не буду я время тратить. Уже метр. Там облака еще есть. Я думаю, нас не поднимет. Итак, прямо по курсу Матерхорн. Вот он, красавец. Мы до него прекрасно долетаем. Сейчас вот над этим хребтом нас придержат. Облачка эти все рабочие. Я думаю, особо набирать смысла нет. Можно было, конечно, под облако слева сместиться. Но не уверен я, что это правильно. Вот это облако мне нравится. Очень. Над видничком. Я там часто набираю. В любом случае нам хватает высоты. Видите, планер над нами сейчас пролетит. Выше нас. Значит, он же там где-то набрал. А может быть уникальная ситуация, когда сам склон Матерхорна будет работать. Сейчас сила ветра на текущий момент 17 км в час. Представляете, что может быть, что на Матерхорне возьмет, да будет динамик. Я однажды такое чудо имел. Такую чудесную ситуацию. Было очень забавно. Вот. И вот сейчас здесь, по идее, должен быть поточек. Облако есть. Склон есть. Все, что нужно для счастья. Ой, какие красивые водопады. Сейчас телефоном сниму. У него увеличение есть. Володь, возьми ручку. Так, друзья. Нету потока. Это печально. Досадно. Но я не буду тратить время. Смотрю на ветер. 18 км в час вправо. Пойдем на Матерхорн. И пойдем, наверное... Давайте войдем... Пострашнее пойдем. Смотрите, с этой стороны какой сейчас будет видно обрывистый, скалистый, страшный, жуткий склон. Во! Сейчас нам хвост как даст ротором. Потому что дует хвост. И по идее должен быть нисходящий поток за всем этим счастьем. Нет. Нисходящего потока нету. Будем делать фотографию. Ну и сейчас момент истины. Будет здесь восходящий поток. Я захожу с наветренной стороны. 21 км в час ветер. А поток будет, скорее всего, кстати, с южной стороны. Но мы... Матерхорн уже договорились облететь. Поэтому вот мы его и облетаем. Метров на 200-250, мы ниже вершины. По-моему, 4200 Матерхорн. Кто точно знает, можете написать в комментариях, какая же у него высота. Сейчас я немножко увеличиваю скорость, чтобы мне не так страшно было. Сейчас может немножко трясти. И видно, да, вот что с противоположной стороны стоит облако. Возможно, мы в нем выберем сейчас. Если не выше Матерхорном, то хотя бы выберем высоту и за одну пару кружочков сделаем рядом с ним. Планер прямо стоит в наборе. Сейчас главное понимать, что же там такое. Вот как раз трясет за Матерхорном. Скорость 130, можно скорость меньше 120. Планер над нами. И закручиваю. Оп. Unbelievable. Дядя Вова, да, ты как? Пол мечты реализована. Да, пол мечты. Остался бамблан? Ну да. Ой, да не говори. Вот так полетать рядом с Матерхордом. Вот, друзья, свобода планера. Мы сегодня, получается, израсходовали там литр-три топлива. Обычно меньше, обычно литр. Сегодня просто долго на моторе тарахтели. И все, вот мы прилетели вот в такое красивое место. И получаем здесь, мне кажется, несказанное удовольствие. И никуда не спешим. Без 24, у нас 20 минут есть для того, чтобы насладиться здесь красотами. Сейчас что-нибудь наснимаем вам еще. Друзья, ну вот смотрите, как мы сейчас шикарно, как мы сейчас вообще шикарно придумали набрать. Тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек. Может змейкой походить? Да, смотрите-ка работает стеночка. Сейчас вот я несусь непосредственно в Матерхорн, делаю левый вираж. Работает? Смотри. Я вам обещал, что мы в динамике полетаем. Вот мы летаем. Интересно, идет запись? Идет запись. О, а вот внизу вот этот домик, это как раз приют, с которого альпинисты летают, улетают, ездят. Вот, смотрите, выбрались мы почти. Вот с этой стороны тоже начинает формироваться облако. 4100. Сейчас получится так, что мы выше уже не сможем в Моторконж вырезаться, а? Зато какой вид. Вот теперь. Вау! 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 Потрясающе! А вот низко-низко планира уходят. Это, наверное, какой-то маршрут летят хитрые. Мы хитрые не летим. Мы летим и бесхитростный маршрут. А невероятно. Образуется облако. Совершенно потрясающе красиво. Даже просто слов нет. И несколько планиров летает тоже. Вам оценить масштаб этого бедствия. Причем, совсем недавно вершина была открыта. Мы сюда прилетели и, ну, естественно, снимали все это дело. Но мы так раз-раз-раз-раз-раз и бац! Образовался динамик, нас вынесло выше. И вот сейчас у нас высота 4200. Мы в одном высоте вершины, друзья. Только она в облаке. Вот как вам объяснить, чтобы вы поверили, что точно выше. Посмотрите, погуглите, кто умеет высота Мотерхорна. И наша высота текущая 4266 метров. Ну, возможно, Мотерхорна на пару метров выше. Вы специально понимаете, что это не принципиально, насколько мы там выше него. А вон планер летит прям по склону. Вау! Потому что такой вот крышесрывательный совершенно вид. Такие виды бывают наверное раз в году, а то и не каждый. Честно вам скажу. Вот такой мотерхорн я еще ни разу не видел. Сколько здесь летаю уже много лет. Но так чтобы можно было набирать вдоль облака была такая шапка. Все прямо вот такое замечательное. Впервые в моей жизни. Поэтому предлагаю вместе порадоваться этому факту. Шорты это как обычно. О! Кстати, вопрос о высоте 4300 мы уже набрали. Продолжаем набирать. Следующая наша цель на сегодня это Манблан. до Манблан совсем недалеко осталось. Ну он на самом деле ближе к нашему дому. То есть мы сейчас полетим домой. Мы полетим домой через Манблан. На фоне моторкорна пролетает ниже планира. Красиво как. Ростов бомба. Скорость наша по маршруту была хорошая. Вот мой верный Naviter ODN спасибо компании Naviter показывает. У меня видите мой компьютер сломался планер. Я сюда Naviter монтировал на липучке приклеил. Прекрасно работает. Все показывает и сообщает что до дома у нас 227 километров драф это лететь там где-то 3 часа 2 часа лететь. Поэтому 4 часа в 6 будем дома. Ну еще с учетом Манблана ну немножечко чуть-чуть подальше. Ох ты ж бля. Я взял ручку. О друзья ну не погоняться за вертолетом это ж было бы кощунство. Вот вам повезло. Вертолетная экскурсия под моторформ. Давайте посмотрим как это бывает. Не мешаем вертолету естественно. Как же теперь нам с ним разменуться. Ну я выше пройду. А вертолет вниз полетел. Видите он показал моторформ и халтурчик такой сразу от него экономит топливо. Улетел. Ой ну я теперь вот теперь я еще два раза счастливее стал. дядя Вова ты просто lucky man ты прикинь мы еще с вертолетом полетали вместе. О невероятно так придется опять нырять о сосульки смотри какие здоровые видишь сосульки прям блохрома друзья и сосульки еще вам так так сейчас выскочу на ту сторону друзья и опять сброшу энергию планер превратил энергию скорости в энергии высоты и опять над склоном крайний проход вдоль мотеркорна мы тут записываем всякие эффекты снизились до высоты 4 тысячи 300 метров слили но честно скажу это стоило того мало того вы увидели вертолет еще то есть мы провели у мотеркорна какое-то бесконечное количество времени я уже можно сказать научился вот так по кругу как лошадка бегает я научился по кругу мотеркорна снимать летать а эти такие ответственные коридоры представьте вот здесь вот можно посидеть с весик ножки вот на такой полочке и там сосулька торчит кстати вот очень тяжело правда определить насколько ты близко к этому мотеркорну что сосулька выглядит гигантская ты думаешь ну неужели это настоящая сосулька так что мы имеем с гуся а мы имеем с гуся то что нам пора уже на Монблан друзья так пикируем вниз там вот избушка кстати внизу и погнали дальше на Монблан до дома 225 километров прекрасно работать на Витеро Оуден я прям бесконечно им доволен и треки рисует воздушное пространство я даже может не буду ставить сюда свой старый прибор потому что мне больше нравится Оуди вот именно по комфорту работы с ним батарейки она очень долго хватает как резервный бомба как основной такая же бомба так что на Витеро огромное спасибо что придумали такой прибор мало того я его переставляю на деревянный планер и на нем летаю на соревнованиях лапочку мою хорошую опять же показывает все скорости вот граунд спид у нас 186 килограмм в час мы сейчас летим против ветра ветер 22 этот ветер показывает 42 но он по спросу определяет это мы на Монтерфорде нашалились вот он и показывает так мы оп максимально близко к этому склончику видим вид вау класса вау и я меняю если опа опа ветер перестает быть томным дождь пошел смотри видишь там где мы с тобой помнишь набирали в большом облаке друзья вот там пошли осадки это нам знак что надо не засиживаться что могут быть сегодня осадки и можно так и домой не прилететь я не нагнетаю а говорю как есть ну пойдем виды конечно бесконечно красивые одно это озеро с плотиной чего стоит там даже в это озеро смотри водопад идет ага оп конечно такое бы обрабатывать грех но один веточек сделаем так для называется приличия чтобы показать что мы все-таки вдруг тут здесь ну просто может не в сам поток вошли а где-то сбоку от него тусуемся и вот где-то самая вкуснятинка рядышком с нами вкуснятинки все-таки нет есть дай бог 2 метра в секунду ну тот случай когда придется остановиться мои ощущения говорят о том что сейчас надо немножко высоты взять как определить что часть лучше всего работает но форма цвет видно что весь этот чемодан работает он сейчас сзади роста скорее всего прольется осадками видите какой прыщ выдавило наверх но мы под прыщ не лезем мы как договорились вот сюда лезем и вот где-то здесь впереди должен быть поток моей мечты сильный мощный крепкий все мои инстинкты мне подсказывают куда лететь вот как вот много так как потоков было в жизни много то чую что сюда но понимаете что могу и накосячить вот эта сторона должна работать видите должна но нифига не работает два варианта идти против ветра мы тогда точно переваливаем склон но там облако не выглядит прям таким шоколадным или немножечко прогуляться по ветру в расчете на то что мы поток просто позже встретим по ветру по ветру гулять конечно неправильно но вот видите буквально один разворотик взять чуть-чуть инстинкты меня обманули я немножечко буквально не дошел взял слишком не в ту сторону зато вот 5 метров причем реальные 5 метров такие что вариометр заложило заклинило 6 метров в секунду 6,3 6,4 вот опять сейчас кусочек будет чуть-чуть протяну сейчас вы увидите максимальное значение видите работает солнечная сторона облака я практически больше набирать не могу 4,3 3,900 стремительно нас облако засасывает но мы туда не хотим опускаем нос разгоняем планер ныряю через поток и движемся 6,7 метров в секунду друзья до 200 километров в час это просто невероятно чем вот он не кончается 7 до бездной энергии ну что ж теперь вполне можем доскакать до Монблана благо недалеко до него по этому хлебтику я подойду поближе пока я менял карточку памяти дядя Вова набрал мужественно высоту 4,4 130 метров и мы двигаемся в сторону Монблана Володь держи ручку скорость 150 по прямой чуть-чуть правее на 10 градусов ты видел какую-то чайку жуткую пролетела мимо я взял ручку отлично летим и высоту набирает да ну что ж мы имеем все шансы по крайней мере до Монблана долететь и в принципе даже можем наверное через северную сторону пройти она конечно самая красивая южная не такая красивая сейчас попробуем сейчас главное не потерять высоту вот у нас здесь возможность чуть ее подковырять и я смотрю что облако висит на южной стороне Монблана достаточно компактно и красиво и красиво смотрим что творится в долине цармак да это вот перед крылом вот там вот облака висят видно что хорошая кромка сегодня можно вклить не квальчер было слетать но дядя Ова заказал Монблан с Монтерхордом как это желание друга закон пришлось лететь я сделал хапу значит будет придерживать 4000 давай-ка кислород делевого возьмем все-таки оденем сейчас у нас скорее всего на большой высоте будет выше 4 все время и кислород и камеры и чего только нет о 4100 слушай ну потрясающе прекрасно летим прям шоколадос давай-ка подбавлю парку чуть быстрее чтобы в облачность не входить все-таки так разгоняемся линия хорошая можно было наверное использовать облачко которое справа чуть-чуть у меня сейчас в раздумьях стоит наверное подлезу я под него все-таки хуже от этого не будет трюк небольшой но потом возьму левее чтобы сейчас высоту не терять и прийти в Анблану с максимально возможной высотой мы на северную сторону будем переходить и важно при этом иметь запас высоты потому что сейчас с хорошим запасом высоты можно будет пролететь там где знаете такой пик красивый есть фуникулер туда ходит вот аккурат туда и хочу попасть невероятное зрелище включил на всякий случай запись телефону потому что не понимаю насколько качественно работает у меня камера моя GoPro 9 непонятно насколько хорошо она звук пишет мы совершенно точно переваливаем на северную сторону так что покажу я Дедимови Монблан с северной стороны это очень интересное зрелище прикольное ветер нам в морду почему здесь облако образуется не знаю вот смотрите друзья какими потрясающими видами природы мы любуемся левее правее а давайте попробуем вот так так же страшнее оп вершинка нас фигачит вот как выглядит трещина ледяная смотрите вот не полетели бы не посмотрели бы трещину и сейчас здесь перемакиваем непосредственно на северную сторону облаком здесь нет здесь небольшой облако прямо над вершиной и дальше будет пусто можно пройти дядя Вова дыши пожалуйста я понимаю что ты дышать забываешь от красоты нет ты дыши видишь ругается наш аппарат говорит дядя Вова не дышит до невероятное зрелище это нечто фантастическое я просто в глубочайшем и всеобъемлющем удивлении и восхищении дядя Вова ты как? хрюкаешь от восторга? да я я подбываю так друзья из сложностей вот впереди Агуль Демиди это смотровая площадка куда можно подняться из Шамани на таком вагончике из этой Агуль Демиди идет канатная дорога вот сюда на территорию Италии непосредственно поэтому будем сейчас рядышком с этой Агуль Демиди переходить главное скажу одно ой на что там мне намотаться на провода вот эти вот непосредственно канатные вот они идут видите интересная Гюль Демиди сама работает сейчас пройдем рядом со смотровой сейчас все с этой бесконечно красиво ну что друзья с нескольких камер делаем красивый проход потом попытаемся сделать фоточки мне кажется вполне возможно что будет держать как я давно хотел сюда снова прилететь смотрите вот а как раз этот вагончик пошел на смотровой люди есть есть но мало облет Агуль Демиди скорость 120 мало провода наблюдаю вот они эти провода больше пролетов не будет потому что надо ничего и знать вот он вагончик смотрите ооо хе-хе-хе какой классно надо фоточку вот это город Шамани вы наблюдаете вот как раз с него идет вот эта канатная дорога на вот это непосредственно Агуль Демиди нас придерживает вы видите практически не снижаемся поэтому я вам все это показываю с потрясающих ракурсов так я сейчас попробую пройти еще разочек рядышком понимаете да что кружиться я еще не могу вот это здание которое есть оно с него как раз идут идут провода вниз ну провода канаты канатная дорога видна поэтому сейчас я аккуратненько разворачиваюсь немножечко пройду еще ну видишь работает скала ветер слева в левый борт вот они работают друзья вот смотрите как красиво работают скалы решил я вам еще кусочек немножечко показать мы сейчас идем не к дому а наоборот от дома потому что хотел я вам показать ледничок на котором я был мохнатый полосатый сейчас будет очень хороший на него ракурс вот он вот это туда посылкам ходит такой кораблик у кораблик паровозик и там делают часто пещеру ледяную вот этот ледник может быть и другой тип ледников тут как грязи ну что дядь Вов пора домой наверное все таки да сколько же можно развернулись мы от этого красивого ледничка сделав массу потрясающих фотографий ведь как свободно я себя тут чувствую потому что есть энергия можно не волноваться единственное что мы помним о канатах канатной дороге которые в городу Шамании я два раза ездил на вот этой канатной дороге очень мне понравилось никогда ездил никогда не мог подумать что представляете раз и смогу вот так вот пролететь рядышком отсюда наверное сюда едут и наверное отсюда как-то на Монблан ходят ну что ж Монбланчик полетели полетаем рядом со снегом редко когда я могу вот так вот в динамике полетать все ставлю телефон на съемку склона а сам поджимаюсь максимально к вот этому великолепию снежному посмотрите какая красотища и сейчас мы вдоль этой всей конструкции пройдемся ау потрясают воображение вот эти вот виды как вы смотрите снег падает красиво не снег а вот не знаю вот ледопад такой получается рыбы снега сколько снега на нем представляете какое огромное количество я однажды в динамике от Монблана набирал выше чем сейчас сейчас у нас каких-то жалких 3400 метров удавалось мне там на четыре с половиной что ли летать все равно не выше вершины плюс 4800 но тоже было бесконечно красиво да вот так мы пролетели весь Монблан и сейчас самая интересная будет часть нашей экспедиции как же все-таки вернуться домой 170 гемец километр когда я говорю до Монблана 180 от нас ну видите не лукавлю я очень люблю но вот какие трещины любоваться знаете какой страшное место даже ходить невозможно раз и в трещину а мы не боимся так ну и смотрим Межев где-то тут вон Кребе Тарави справа там вот Кребе Тарави я в озеро НС где-то мой план сейчас в севернее сместиться ой в севернее дюжнее то есть мы конечно погуляли по северной стороне Монблана все это клево но как видите погода тут такая вот какое-то одеяло дальше еще чего-то нам нужно все-таки сместиться немножко ближе к итальянской границе и там попробовать рвать когти высокими горами а не низкими альтернативный путь конечно идет через вот там вот у вас там у нас шартрез можно через вот эту всю системку пройти но не очень мне там нравится видите тоже как-то пасмурно слишком хамура это меня беспокоит я сейчас всеми силами души буду попытаться набрать высоту и свалить куда-нибудь подальше отсюда вот здесь где-то здесь я рассчитываю что-то взять нолики опять же блин как же все это нехорошо прям по курсу я дождь наблюдаю тоже что мне не очень-то нравится опа и у нас дочь пошел ты посмотри вечер перестает быть томным если так лететь дедового нам хватит высоты если грубо говоря мы всегда будем так лететь потому что смотрите вон там уже в конце долины хребет поперед идет а в конце долины там Гренобль уже я очень буду рад если динамики будут работать мы с помощью них дотянем до хаты такого полета конечно у меня еще не было ни разу чтобы я динамиками домой возвращался при наличии вон там какой шикарной погоды но она видишь сегодня много раз нас немножечко все обманывало в общем надо все в динамике лететь и не дергаться потому что можно подпросесть а чем потому что нам следующий еще хребет перелетать а везде склоны становятся более пологими вниз вот и там где будут они совсем пологие нам будет крайне сложно держаться и так то тут вот 16 км в час в принципе когда 16 км дует планер уже не держится но эти 16 км немножечко идут еще из вот этим нагреем атмосферы не выберемся здесь только динамик 18 км в час ветер до дома 133 км вот тебе е-мое друзья кто смотрит это видео я рекомендую в этот момент его остановить и написать в комментариях что вы думаете долетим мы без мотора или все-таки движок запустим и мы посмотрим сколько людей угадает потому что что-то одно из этих мы двух вещей сделаем точно то ли долетим то ли мотор запустим ну третья вещь конечно можно запустить мотор и тоже не долететь вот это будет конечно это наверное самые смелые спорщики такой спор выиграют но я честно говоря в такой спор бы не хотел чтобы кто-то выиграл 113 км до дома да а с правой стороны город Шамбери должен быть для нас он не видим пока а вот это вот Шортрёс массив на котором там как раз интерьер где-то ну и впереди Гренобль опять приподнимает и опять вот в эту вот долину замка залезать это себе дороже если мы просядем еще ниже метров на 500 то я переключаю долетный аэродром Гренобля и запускаем движок потому что я не хочу ниже опускаться вот в инверсию то есть потом оттуда выкарабкаться будет сложно лучше мы будем поддерживать высоту ну если будем видеть что не долетаем ну сядем Гренобля будем видеть что долетаем ну значит долетаем в общем-то вариантов никаких не хочется вниз проседать так мы хотя бы хоть какую-то поддержку от склонов сможем использовать ой и вон дождь пошел посмотри опять дождь с чего облако даже нету с которого дождь может идти вон там внизу параплан разложенный для старта да вот тебе батюшка бабушка и Юрий в день 107 километров до дома переключаюсь на аэродром Гренобля вот Гренобль 26 километров спасибо Навитеру за чудесный прибор на самом деле у меня такой же сзади только баттерфляй но он сзади а впереди у меня ничего не было а сейчас есть и работает прекрасно ну так долго вдоль склона я еще никогда не летал без набора в термиках так вот тык-тык-тык-тык не было у меня такого еще эксперименту прямо над самыми елочками дядя Вова как тебе? а ты посматривай за проводами чтобы если увидишь какую-нибудь вышку слева знаешь, представляешь будет какой-то мы в какой-то прогиб залезем а там провода высоковольтные будет очень неприятно прикольно так кататься мне даже чем-то нравится ну, настоящее приключение боевое а ты попробуй вот так сжав яйца в кулак над елочками которые щекочут попу проплывисты летят а мы что ну, кстати, вот видишь, им ветра хватает и они вдоль склона шпарят спокойно а нам, видишь, ветра немножечко не хватает время, кстати ну, да половина шестого мы лишь с тобой еще и заигрались на этих моторкорнах агония агония дорожки какие-то смотри люди ходят о смотри-ка вроде как я на агонию собирался уже прям все сдаваться а тут нас чуть придержало давай попробуем опять эти чертовы отроги пошли блин если бы не отроги все было бы хорошо отроги лишь весь набор портит ну, на 16 километров нам нужно всего лишь метров 500 высоты хорошо у нас даже здесь чуть-чуть придерживает слушай, ну, свой кайф есть в таких полетах надо будет мне так попробовать полетать а то все вечно летаем как на каких-то космических высотах вон, можно приземлиться во двор кому-нибудь посмотри во двор может приземлиться чума просто опять канадка ты главный по канадкам не забывай а вот Гренобль вон он прямо по курсу и все гренобльцы сюда ездят в эти курортики и сейчас они смотрят с этого курорта на двух планиристов которые тут летят и думают вот же сказочные эти самые планиристы а канадки не работают 120 км в час идем опять видишь огромное провалище к сожалению и мы долетаем вон он аэродром до него 32 градуса вправо 10 км вот он там внизу собственно сам Гренобль тоже прекрасно видел это все хорошо мы перевалы не пройдем а энергию для того чтобы набрать выше перевалов мы уже нигде взять не можем но можно конечно вправо уйти вот этот кисель но он висит под такими киселями уже проходили много-много мы просто опоздали то есть надо признать мы совершили ошибку мы переоценили свой силы благо смотрелось все очень красиво и полезли на северную сторону Монблана и сделали это не так в режиме одним глазком и назад вернулись мы смогли вернуться на южную без проблем но мы промчались мимо Монблана красиво сегегей и сейчас вот это вот нас приводит к тому что мы не долетаем и задачу маршрут не завершаем все равно очень прикольный полет я считаю что это прям очень показательный поучительный замечательный и так далее и так подобное мне очень нравится но 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 8 километров осталось до запасного аэродрома и здесь правило такое обязательно должны запустить двигатель в этом случае потому что дальше адекватных посадок до дома нету а лететь типа поближе к дому и запустить мотор не будет неправильно если мотор не заведется это будет аэродром если у нас мотор не запустится если пройдется ремень еще какая-нибудь гадость случится у нас будет отвратительное аэродинамическое качество и нужно иметь возможность просто без нервов и спокойно доколыхать доколыгать до аэродромчика и приземлиться все впереди никаких перспектив ни облаков ничего все что сможет нас вытянуть поэтому мы ставим себе двойку за полет благополучно радуемся этому факту нажимаем на кнопочку power plant выпускаю мотор смотрю на него в зеркальце да вижу что он вышел снимаю его с тормоза и газку чуть-чуть даю нажимаю на кнопку старт зажигание еще включаю видите друзья всегда нужно обязательно немножечко делать все внимательно и с запасом по времени зажигание теперь мотор прогревается он мгновенно не работает должен прогреться после чего мы поторгнем на моторе я я теперь чувствую себя самолетом смотрите можно на крышу сесть но есть и в моторе свой плюс красота мы летим на моторе тормоз и как назло восходящий поток сразу понятно что теперь будет восходящий поток он на пик дебюре погода еще есть но друзья да уже в 10 раз повторю какую красивую ошибку мы совершили с дядевовой вот посмотрите откуда мы могли прилететь вот линия которая могла бы привести нас на экран оттуда бы мы сейчас финишировали но финишили были значительно раньше потому что шли бы на более высокой скорости но век живи век учись о ну собственно вот параплан видите карабкается по склону да парапланы летают а планеристы моторы запускают так ему здесь не страшно друзья посмотрите пусть его что сдуло что ли вот это вот это вот очень непонятно мне да не может быть чтобы у вас дуло 16 км в час ветер просто так визуально наверное воспринимается он выше выше еще один парапланерист летит вот работает склон если бы склонов хватило до нашего аэродрома мы бы по склонам дошли но видите мне хватило не расслабляться мы до дома еще не долетели расслабляться будем тогда когда долетим точно по высоте нам высоты хватает по красоте красоты сегодня пещеры какие красоты было сегодня больше чем больше чем нужно наверное особенно наверное долет вот я такого не испытывал никогда так долго над елочками нам сильно помог ветер вот этот западный потому что конечно он позволил нам без мотора пройти с той высоты которая была на плане там 3200 3300 мы конечно очень далеко прошли до дома оставалось у нас при запуске 80 км 100 километров мы пролетели так круто вот эту скалу я тоже очень люблю тоже очень красивая все прямой долет до аэродрома и так мы на аэродроме готовимся к посадке внимательно смотрим на колдун потому что дилемма садится с попутным ветром с небольшим 35 км в час попутная составляющая но видите она не столько попутная сколько вот он практически под 60 градусов в полосе в этом случае великого смысла садиться строго против ветра нет но такая посадочка тоже может быть веселенькая если как-то неудачно поддует шасси на упор не встает вот теперь встало а то сейчас бы планер тоже посмотрел и пошел по ветру пока мы тут шасси выпускали ну что ж давайте поснимаем посадку планера по ветру сами зайдем по ветру несется видно что несется бодренько сейчас мы его держим в камере тык 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 прошел над самым лесом и благополучно приземлился в общем попал на полосу нормально теперь нам надо еще так же сделать потому что я тут видите как должен немножко отвернуть чтобы у меня третий с четвертым получились замечательно красиво подальше от полосы воздушные тормоза вот собственно полоса створ идем мы хорошо и я сейчас может быть закрылочку отпущу чтобы было совсем хорошо так прекрасно относительно земли скорость 138 км в час при 120 ну да 18 км в час попутной составляющей ничего страшного разменяем сейчас летим 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 вешу 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 не даю коснуться вешу 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 так называется посадка по вороне когда хвостовое колесо первым воткнулось поэтому получается такой небольшой бум ну ничего страшного и так гидравлика проверяю есть гидравлика есть но это еще раньше порт естественно надо было проверить еще воздухе проверил и теперь катимся будем скатываться к нам в ангару сбрасываем так скорость чтобы не было страшно в ангар врезаться едем 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 удерживаем крыло все ровно напротив центра ангара остановились ну ладно полметра проехали вот такой вот друзья веселый полетик поучительный я считаю даже для меня очень-очень поучительный в такую ситуацию чтобы так далеко от аэродрома нужно было возвращаться на моторе наверное еще ни разу здесь не попадал то есть это первый случай когда настолько я не угадал настолько ошибся сильно с погодой наука внимательно изучайте прогноз и наверное не стоит делать слишком такие сверх амбициозные планы а если их и делать то делать быстрее чем мы сегодня или раньше взлетать или раньше прилетать как-нибудь так до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов то есть всем их